Здравствуйте! В эфире передача Актуальность сегодня. В этом выпуске будем говорить о предстоящей встрече глав МИД Азербайджана и Армении, которая должна состояться 20 июня в Вашингтоне. За считанные дни до очередного раунда переговоров по мирному урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта ситуация в зоне конфликта на линии фронта остается напряженной. О том, как это может отразиться на переговорах и каким может быть итог встречи глав МИД в Вашингтоне, обсудим с гостем в нашей студии. Это историк Резван Гусейн. Еще раз здравствуйте, Резван Мэм. Добро пожаловать на Актуальность сегодня. Здравствуйте. Если так посмотреть, чисто хронологию, до вашингтонской встречи, которая запланированная, которая должна вроде как состояться уже 20 июня, главы МИД встречались в последний раз в Москве. Там были сопредседатели Минской группы ОБСЕ и там был министр иностранных дел России. Инициатива исходила тогда от российской стороны, вот в таком формате встретиться в Москве. И что привлекает внимание? Ситуация до встречи в Москве и до встречи в Вашингтоне, она разная. Сейчас есть напряженность на линии фронта, реальная напряженность, о которой говорят и в Баку, и в Ереване. Есть жертвы, есть более интенсивные перестрелки и так далее. И этим это отличается, встреча до Москвы, ситуация до встречи в Москве и в Вашингтоне. На ваш взгляд, насколько может быть таких условиях встреча в Вашингтоне продуктивной? Она больше будет посвящена тому, что стороны будут говорить именно, как снизить напряженность, или же все-таки непосредственно обсуждать переговорный процесс? Потому что это две разные вещи. В одном случае мы стоим на месте, если обсуждаем, как все-таки напряженность, чтобы снизить. А в другом случае мы реально говорим о переговорах, когда есть результаты. Это все-таки два разных подхода. Мы неоднократно у Вас в эфире отмечали, что три страны-сопредседатели МГО БСЕ все эти 20 с лишним, ну почти 30 лет, не могут между собой договориться. Я всегда отмечал, что одной из причин того, что конфликт не то, что не разрешает, того, что мы не можем перейти в фазу обсуждения конкретных, скажем так, мер по урегулированию конфликта, одна из причин именно состоит в том, что у каждой стороны сопредседателя, у каждой страны есть свой взгляд, есть свои интересы в нашем регионе. И несостыковка этих интересов постоянно оставляет наш конфликт в подвешенном состоянии. И в год один-два раза, или же иногда бывает, в зависимости от мировой тоже политики, мы видим рост напряженности и конфликтности вокруг армяно-азербайджанского. Он иногда переходит даже опять-таки в военную фазу. Тут обязательно надо учитывать фактор того, что события, происходящие в соседних регионах и вообще в мире, естественно, влияют на наш регион и, естественно, на нас пытаются влиять через Карабахский канал. Вы правильно отметили. Значит, была встреча в Москве, была встреча в Вене, то есть, скажем так, сопредседатели с российской стороны и с европейской стороны, они обсудили с конфликтующими сторонами. И я считаю, что даже были позитивные моменты, то есть было общее понимание. И можно однозначно отметить, что позиция России и Европы, ну, Франция, то есть Франция, она выражает позицию Европы, более близки. И в том промежутке, когда прошли события, значит, встречи в Вене и в Москве, особого напряжения не было до начала весны. Это говорит о том, что, опять-таки, и Европа, и Россия как-то более близко и близки в понимании того, как разрешить конфликт. А после того, как прошли эти встречи, стало известно, что и США есть что сказать. И намечено, уже в кулуарах было известно, что намечено то ли к концу весны, то ли к лету, как сейчас мы уже знаем, встречи в Вашингтоне глав МИД. Кстати, следует отметить, что в основном уже встречаются главы МИД. Это говорит о снижении доверия со стороны конфликтующих сторон к институту сопредседателей. То есть, и та самая встреча в Вашингтоне, которая пройдет 20 июня, она уже, я считаю, с мая месяца начала вызывать серьезное напряжение на линии фронта. Тем самым, видать, я считаю, другие страны-сопредседатели, заинтересованные стороны, они дают понять, что та концепция или видение Вашингтона, как по разрешению конфликта, так и по, я очень важно считаю, ответить, реализации новых энерготранзитных маршрутов, в первую очередь газовых маршрутов через наш регион, она не находит, скажем так, поддержку со стороны других стран, которые в том числе вовлечены в мирные переговоры и имеют статус сопредседателя Минской группы ОБСВ. Я опять-таки считаю, что основным моментом, то есть, проблема не в нас, ни в коем случае, проблема в том, что идут определенные серьезные процессы, должны быть реализованы новые проекты, очень важные, и видение этих проектов, то есть, взгляд на реализацию этих проектов между теми странами, которые являются сопредседателями ОБСВ во многом, видать, не совпадают. Вы не верите в продуктивность встречи в Вашингтоне? Я считаю, что продуктивность будет... Миссию, понятное дело, что как бы там все не разрешится во время одной встречи, да, но вот свою миссию, эта встреча, допустим, в московской встрече была какая-то своя адженда, или же в Вашингтоне своя повестка, да, вот она с этой точки зрения будет продуктивной? Ну, давайте посмотрим за прошедший период и какова всегда была роль США, как страны сопредседателя. Надо отметить, что все-таки, несмотря на свое влияние в мире, в самом конфликте в Нагорном Карабахе меньше всего представлены, то есть, меньше всего заинтересованность мы видим в США, именно в разрешении конфликта или же в каких-то процессах вокруг него. Мы видим, что больше всего все-таки это и Россия, и Европа, они наиболее активны в разрешении конфликта. И если говорить о том, что произойдет после встречи 20 июня, если это будет речь идти о том, чтобы опять-таки снизить ту ситуацию напряженность, которая на линии фронта, то есть, это, как Вы верно отмечали, это не говорит о процессе решения конфликта, это опять-таки шаг назад. Но, видать, из двух зол, то есть, то напряженность, которое и те провокации, которые мы имеем с мая месяца и до сих пор, они говорят о том, что, как была Армения, значит, скажем так, рычагом или марионеткой в руках больших держав, так она и остается, и никакая смена власти в этой стране не может поменять вот эту основную концепцию. Отдельно, вот, может ли она поменять концепцию со сменой власти в Армении, мы поговорим. То есть, правильно ли я Вас понимаю, что у Вас есть ощущение, что Ереван идет именно, ну, сейчас за считанные дни немножко сложно это утверждать, но весь этот путь, удалось ей или не удалось, но Ереван шел на срыв вашингтонской встречи глав МИД, то есть, он этой встречи не хотел делать все, чтобы этой встречи не было, или же, как минимум, он вот меняет повестку самой встречи. Вместо того, чтобы говорить непосредственно о мирном процессе, о регулировании, стороны будут скорее говорить о том снижении напряженности. В данном случае, помимо тех геополитических моментов, которые Вы отметили, Ереван в данном случае преследует цель вот, ну, снизить до уровня нулевой отметки продуктивность самой вашингтонской встречи. То есть, он прямо шел на срыв переговоров. Оба сценария Вы хорошо отметили. Это сценарий минимум и сценарий максимум. Сценарий максимум развязать войну, конфликт заново, и тем самым сорвать любые, значит, уже разговоры о мире, а то, как говорить о том, как остановить конфликт. То есть, Армения вот обслуживает этот вариант. Потому что мы прекрасно знаем, что Армения надеется, что даже если конфликт разрастется, всегда есть державы, которые не дадут ему разрастись. Им это кажется. Ну да, им это кажется, но они как-то уже привыкли, что в последние годы так и идет. Это максимум сценарий. А минимум, как Вы верно отметили, рост напряженности на линии фронта, и все обсуждение идет вокруг этого. Я все-таки хотел бы уточнить один момент из вопроса. Как Вы считаете, непосредственно касающийся продуктивного урегулирования конфликта у Вашингтона на сегодняшний день есть свой план? Который он готов в Вашингтоне? Вот американцы готовы 20-го числа что-то сказать? Нет. Учитывая, опять-таки, то, что они считают себя удаленными от региона, максимум, что обычно США могут предлагать и предлагали, это план Гобла или некие планы, подобные на него. То есть, территориальный обмен, Зангизур, Лачин и так далее. Но это нереально. Это мы знаем, что в кавказских реалиях, в наших региональных реалиях это не получится. Поэтому, то есть, свое присутствие. Просто США показывают свое присутствие, участие в разрешении конфликта, но какого-то особого плана, реального, я еще раз отмечу, реального плана мы до сих пор от них не видели. Ну, следуя той логике происходящих событий, вот Москва выступила с инициативой, в апреле состоялась встреча с представителем Минской группы ОБСЕ и страны, конфликтующие стороны в данном случае. Вот Вашингтон буквально через несколько дней сразу выступил с инициативой, и вот 20-го числа в Америке должна состояться встреча. Следуя этой логике, ждете ли вы какие-то такие инициативы от французской стороны, насколько они могут быть продуктивными в данном случае? Франция представляет интересы Европы, а знаете, Европа это тоже различные группировки, различные страны, у которых свои интересы, в том числе, опять-таки, энерготранзитные. И в этом контексте я хочу отметить, что по отношению к нашему конфликту именно Франция проводит не чисто европейскую политику, а политику определенных государств Западной Европы, определенного блока стран Западной Европы, у которых свои взгляды, свои интересы. И они частично не совпадают, к примеру, с интересами России в регионе, с интересами Азербайджана, потому что мы знаем, что в основном Азербайджан, он нацелен и он развивает отношения с Восточной Европой и с Юго-Восточной Европой. Это страны, в которые мы поставляем и будем поставлять газ, нефть, и с которыми мы развиваем очень серьезные отношения. А Франция не относится к этим странам. И я всегда считал, что нам нужны какие-то серьезные лоббистские структуры, внутри европейских структур, которые будут нивелировать роль Франции, которая от имени Европы фактически пытается притворять и лоббировать интересы определенных стран, не заинтересованных в разрешении Карабахского конфликта. Еще один момент. Параллельно тому, что напряженность, я не знаю, насколько это взаимосвязано, напряженность на линии фронта растет, мы наблюдаем некий диалог между официальным Ереваном и сепаратистами на оккупированных территориях Азербайджана. И может создаться ощущение, по крайней мере, первичное ощущение, что есть некий тлеющий конфликт между этими сторонами. И я хотел бы узнать ваше мнение по такому поводу. Это, на ваш взгляд, некий спектакль, который, скажем так, позволяет новым властям Армении вновь вернуться к вопросу от необходимости вовлечения в переговорный процесс сепаратистов, дескать, показать, что вот, смотрите, какие они строптивые, нас не слушаются, даже с нами конфликтуют и так далее и тому подобное. И выступить это, выставить это как аргумент и добиваться, ну, бесперспективно, конечно, но добиваться вовлечения сепаратистов в переговорный процесс. Или же все-таки конфликт существует между так называемым Карабахским кланом и новой властью Армении. И тут лишь вопрос идет о том, что насколько остро стоит этот конфликт. То есть, кому-то может быть интересно преподнести его как очень острый конфликт, а в реальности он может быть недостаточно таким, знаете, как острым. Ну, совершенно верно. Конфликт всегда существует между кланами. Он был и в период власти Терпетросяна, и потом в период власти Качаряна, когда поменялось правящие лица. В период Саркисяна, который был продолжателем Качаряновской политики. И сейчас период Пашиняна, который является учеником Терпетросяна и продолжателем этой политики. Но я считаю, что искусственно немного подогревается конфликт между кланами, чтобы показать, что вот видите, якобы, насколько у нас много проблем. О чем вы говорите? Надо решать эти проблемы или же включить, как вы верно отметили, Карабахскую сторону сепаратистскую за стол переговоров. Естественно, создаются искусственные припоны для хода переговорного процесса. И переговорный процесс вновь заходит в тупик, а если заходит в тупик переговоры, то начинают говорить армии. Вот тот нехитрый план, который посредством Армении внешние силы сейчас осуществляют. Но при этом есть конфликт, конечно, между Карабахским кланом, потому что Пашинян и его окружение, они обладают иным мировоззрением. Это тоже надо учитывать. Они учились в других школах, у них другие символы, у них другие кумиры. А у Карабахского клана совершенно иное видение. И вот это столкновение, оно имеет перспективу. В каком плане? То есть оно имеет и хорошую перспективу для Азербайджана, и негативную. И то, что сейчас Азербайджан последние несколько месяцев весьма сдержанно реагирует на многочисленные провокации на линии фронта. Кстати, стоит отметить, что в основном за провокациями стоит именно Карабахский клан, потому что силовые структуры, а тем более вооруженные силы, в основном напичканы кадрами до сих пор Карабахского клана. Но это не значит, что Пашинян тоже не вовлечен в эти процессы. Его вот эти провокационные поездки в Шушу, в Ханкенди, его пляски и так далее, они говорят, что все это часть одного плана. Показать Азербайджану, что ни в коем случае без Карабахского клана, без сепаратистов Карабаха, не получится сеть за переговорный стол. А если не сядут за стол, вот то, что мы обсуждали до этого в предыдущих вопросах, значит, начинается война. Этот момент многие сейчас, я очень хочу отметить, в Азербайджане, часть общества сейчас говорит, почему Азербайджан, да, говорят, почему Министерство обороны, почему Азербайджан не дает адекватно, нужно начать воевать. Ну, общество же обычно как, оно двух цветов, черное, белое, горячее, холодное. Ни в коем случае, я неоднократно у вас в эфире об этом говорил, не надо вестись на провокации врага. Азербайджанская армия воюет и начинает боевые действия тогда, когда получает приказы от своего главнокомандующего, а не тогда, когда кто-то совершает провокации на линии фронта, чтобы создать многоходовку, которая не исходит из интересов Азербайджана. То есть, попадать в капканы, придуманные третиклассниками, я извиняюсь, то есть, уровень Карабахского клана, ну и того же Пашиняна, нам сейчас точно не надо. Потому что все прекрасно видят, что усиление азербайджанской армии из года в год, оно создает головную проблему уже не только для Армении и Карабахского клана, оно серьезно меняет диспозицию геополитики всего нашего региона. Поэтому любой день, любой месяц, каждый день идет на пользу нам и нашей армии. Торопиться не надо, как в старом известном фильме, торопиться не надо, лечить надо. И мы вот таким психологическим давлением лечим, пытаемся лечить армянские власти, которые прекрасно понимают, что оттягивание решения конфликта все равно чревато проблемами для самой же Армении. 2016 год, те же самые события апреля, показали, что в итоге спустя год-два в Армении поменялась власть. И этот синдром сейчас есть. И если сейчас армянская сторона нас провоцирует на военные действия, значит им это нужно. Значит им нужен образ врага, чтобы якобы сплотить свой народ и отвлечь внимание от решения конфликта, а укрепить параллель структуру власти в Армении. Я думаю, Азербайджан ни в коем случае не намерен помогать Армении и Карабахскому клану решать свои внутренние проблемы. Вы согласны с позицией, с мнением точнее о том, что в итоге, несмотря на определенные надежды, которые были, позиция новых властей Армении оказалась еще более неконструктивной, чем позиция предыдущих властей. То есть нет, конечно, никакой наивной такой картины и мнения о том, что вот, дескать, они хотели урегулировать конфликт, вернуть нам земли, а Никол Пашинян не хочет, тогда нет, такой позиции нет. Но поведенческие моменты в переговорном процессе все-таки у некоторых создает ощущение, что эта нынешняя власть решила переплюнуть ту, стать еще более неконструктивной в данном случае. Или же, на ваш взгляд, все-таки здесь разница только в форме исполнения, то есть то же самое, то есть другие, так сказать, используют другие инструменты, эти другие, но по форме это мало чем отличается. Совершенно верно. То есть, в принципе, просто разная игра, но цель одна – затягивать переговоры. Если предыдущие власти, имитируя переговорный процесс, его затягивали, нужно было дотянуть до следующего президентского выбора в Армении, опять затягивался, опять... То есть сейчас имитируют по-иному. Якобы Пашинян не может управлять ситуацией, и нужно понять Пашиняна, и пойти на уступку, и посадить за стол переговоры к арабахским сепаратистам. То есть тут, как говорится, важны не элементы, а важна суть. Суть заключается в том, чтобы бесконечно затягивать переговорный процесс. Мы, конечно, не можем игнорировать этот вопрос, с учетом той ситуации, которая сложилась, ну, минимум, последние две недели на линии фронта. Это есть жертвы, обстрелы и так далее. Я вынужден задать этот вопрос. Каким вам видится последующее развитие событий? Вы сказали, что после Вашингтона вполне возможно, что напряженность уменьшится, но это временно. И поэтому я в среднестрочной перспективе хочу узнать ваше мнение. Вот то, что... Знаете, что привлекает внимание? Экспортное сообщество и в Армении, и в Азербайджане, они, по сути, говорят в тех тонах, что вот вполне возможно, что повторятся события апреля 2016 года, а может быть, еще более масштабные. То есть вы воспринимаете такого рода заявление как часть информационной войны, или же все-таки это реальность, это так может быть, и может быть более полномасштабная война. И на Ваш взгляд, является ли вся эта ситуация на линии фронта продолжением определенной внутриполитической борьбы с самой Арменией? И насколько остро? Вы сказали, что они могут это использовать, эти провокации, но насколько глубоко это в данном случае? Насколько они заточены на цель в данном случае? Неоднократно отмечали, что военные операции, военные действия являются последним конечным элементом большой политической борьбы в любой стране и в любые периоды. То есть сперва идет и гибридная война, и информационная, и экономическая война, а войсковые операции, они осуществляются тогда, когда предыдущие все вот эти этапы успешно пройдены, и остается только поставить точку. Поэтому на данном этапе опять можно сказать, что войсковая операция и произойдет тогда, когда предыдущие все элементы будут отработаны, пока они не отработаны. Пока что в основном идет гибридная информационная война, наращивается именно вот эта конфликтность, но, видать, есть определенные круги, как в Армении, так и далеко, которые заинтересованы, чтобы сейчас, именно летом 2019 года, повторилось то, что было в апреле 2016, хотя это разные вещи, нас отманывают. В 2016 году ситуация была немного иная, причины следствия были другие, и результаты мы знаем. Сейчас хотят отыграть сценарий, ссылаясь на 2016 год, внушить обществу, что вот, видите, повторится то, что было в 2016 году. Я считаю, что повторений не будет. Это долгосрочная политика Азербайджана. Мы будем постепенно дожимать врага. Пусть это произойдет не в мае, как многие кричали, 2019 года, должно было якобы не в июне, но это будет идти, и это будет происходить именно тогда, когда враг не ожидает, а не тогда, когда он поднял информационный шум, когда он внутри сплотился и подготовился полностью для того, чтобы Азербайджан ударил. Этого уже не будет. Тех событий, тех граблей, которые были в начале 90-х годов, когда очень легко было вести Азербайджан как в информационном поле, так и на военном поле, этого уже не произойдет. И я думаю, вот понимание, чем быстрее придет понимание в Ереване, хотя я боюсь, что у них понимания нет, они просто марионетки. Если не придет понимание, то они столкнутся с еще одним этапом, после которого существование армянского государства станет еще более сложным. Понимаете, то есть каждый неудачный этап во внешней политике и разрешение Карабахского конфликта, по-моему, по Азербайджану не ударяет. Именно удар наносится по армянскому народу. Знаете, что привлекает внимание в данном случае? На что рассчитывает официальный Ереван, мы говорим о геополитическом факторе, мы говорим о определенных силах, которые за пределами региона пытаются смастерить какую-то ситуацию здесь посредством, используя как инструмент Армению и так далее. Но мы в то же время говорим о печальном исходе для Армении апрельских боев 2016 года. Массы, народ, какое-то экспертное сообщество может детально чего-то не знать, но люди во власти, в данном случае в Армении, у которых есть полный доступ к информации, они прекрасно понимают, что произошло в апреле 2016 года, и то, что в армянской армии, и в самой Армении мало что поменять. Они-то для себя это прекрасно понимают. Народные массы они могут обманывать, делать какие-то заявления. Это как бы в одну сторону, но они-то реальную картину знают. На что они рассчитывают в данном случае? Тут вот вступает момент о том, что мы говорили, борьба кланов, то есть Карабахский клан и Пашинян. Какой расчет, допустим, у Карабахского клана? Очень сильно надеется Карабахский клан, что сейчас именно Азербайджан начнет военные действия. В результате понятно, что власть Пашиняна станет очень слабой, и обладая различными рычагами влияния на массы, и имея своих людей в силовых структурах, Карабахский клан, возможно, попытается, опять-таки, революционным методом свергнуть Пашиняна, и привести к власти недавно вышедшего Кочаряна, из-под ареста, или же людей Кочаряна. Вот весь нехитрый такой, незамысловатый сельский план, который обслуживает Карабахский клан. Пашинян, естественно, тоже прекрасно это понимает. Обратите внимание, в конце мая вдруг он закричал прессе, что его же окружение его предало, что хотят сдать земли, а потом это свалить на Пашиняна. Помните этот момент? Значит, вот это был пик, когда сам же Пашинян сдал, то есть они сами же внутри сдали свой план, и он провалился. То есть попытка спровоцировать Азербайджан во второй плане мая, в начале июня на военные действия не удалась, и именно под это было заточено то, что Кочарян вышел из-под ареста. Что меняется в этой ситуации? Так, не получилась провокация это, значит, сейчас будет затишье. То есть после встречи в Вашингтоне будет передышка. Все эти умы, которые придумывают вот эти все варианты, они должны понять, что не получилось спровоцировать Азербайджан. Я поэтому считаю, что возможно, опять-таки я ошибаюсь, некоторое, скажем, затишье будет на линии фронта в июне, во второй половине июля. Но потом все равно ситуация требует своего решения, и вот что произойдет потом, вот тогда Азербайджан будет, как говорится, ставить свое видение, как в дипломатическом поле, так и в военно-политическом. Ну что ж, Резван, большое спасибо вам, что согласились, пришли к нашу студию и ответили на наши вопросы. Благодарю вас, спасибо. Спасибо. Я напоминаю, в этом выпуске передачи Актуальность сегодня мы говорили о предстоящей встрече главмид Азербайджана и Армении, которая должна состояться 20 июня в Вашингтоне. О том, каким может быть итог запланированной встречи главмид по мирному регулированию армяно-азербайджанского и Нагорно-Карабахского конфликта, мы говорили с гостем в нашей студии, это историк Резван Гусейнов. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин